А в какую камеру вообще смотреть? Смотрите, пожалуйста, перед собой. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Маша Фокина. Сочи, какие сериал? Сериалити. Сериал плюс реалити. Каста. Реальные истории столичной золотой молодежи. И вы играете сами в себя. Класс. О них пишут. Мне бы хотелось, чтобы было много красивых девушек. Они – главный генофонд нашей страны. Как это нет сценария? Они – будущие политики, олигархи, короли эпатажа и мегазвезды. Мне же не надо учить слова. Они прожигают жизнь и не думают о деньгах. Сердце тусовки киевской. Им завидуют. Живем так, как хотим. За ними следят. Очень хочется влюбиться. Они обречены на успех. Мне нравится. Я готов. Мы рождены, чтобы жить красиво. Пьяные девушки – это мои лучшие друзья. Ты всегда выбираешь для себя легкую добычу. Это ты сейчас на что намекнул? На тебя. Сача, а вот давай с вами на бродершафт. Это будет круто. Слышишь, ну ты не мудак. Я тебя предлагала в лимузине на бродершафт и отказался. Ты будешь получать от меня моих красивых подруг, знакомства и все такое. На публике мы типа вместе. Отлично. Какого размера банана вы предпочитаете? Либо ты встаешь и уходишь, либо я помогу тебе встать и уйти. Ты что, фраер, алло? Поразлеживай. Урод! Ходишь с Машей Фокиной, вы бы вспышенный дома. Я считаю, Дима, что ты реально заигрался. Распутался. Половить не хочу. Машка, ну давай пойдем. А что мне вообще клейлить? Помощь какая? Я хочу, чтобы Машка обошла на пижамную вечеринку клейли. Ух ты, интригантка. А ну, а ну, а ну. Да ладно, чувак? Значит, поверили. Пришла Маша с Валерой. В тот момент, когда Дима целовал Лейлу. Я понял, что будет такой движ. Такая на нас буря сунется. Дима целовал Лейлу Миновский на тебя налетел? Да, на меня наехал Миновский. Я говорю, давай, чувак, поговорим. Говорю, давай поговорим. Я на велосипедах. Короче, чувак. На самом деле. Всегда прикрывался красивыми дамами. Девушками, с которыми он отдыхал. Не там с Бакем, пожалуйста. Отчего я с Бакем? Ну, понимаешь, я не люблю... К людей, которые рассказывают, какие они... Ах, мужики, мачо. Понимаешь. Отдыхает не только с девушками, а и с... Я совершенно не была сильно удивлена информацией по поводу Андрея Миновского. Почему? Потому что я замечала за ним, что у него все-таки более доминируют какие-то женские качества, нежели мужские. Свой, своего, ведь издалека. Аленушка, я даже не знаю, если честно, с чего начать. У меня есть у тебя серьезный разговор. Не могу. Недавно я гуляла в компании и сказала, что у меня появилась новая знакомая, Алена Лоран. Мне некоторые люди потом подошли и сказали, что, слушай, ты меньше вообще там с ней общайся, так как у нее испорченная репутация. Реально весь город уже твердит, весь Киев, что ты там какая-то вообще странная девочка. Ну, не знаю, смеются, просто смеются. Конечно. Ну, на самом деле, как бы эти слухи, там, то, что неразборчиво в мужчинах, там, давай такая откровенно, у меня был секс за последние полгода три раза. Вопрос. Откуда у тебя там какие-то вещи, эрмеи и так далее? Ты ведь засветилась вот в этой программе «Богиня шоппинга», где ты там вообще яро рассказывала, там, о депутатах, там, о том, о всем. У меня ощущение, что все эти люди, они какие-то налоговые полиции, откуда у тебя деньги? Нужно что-то делать. Попробуй появляться везде с одним парнем, чтобы все видели, что у тебя есть кто-то. И тогда будет оправдано, понимаешь, там, твои все сумки эрмеи, твои все вещи какие-то дорогие и так далее. Ну, ты знаешь, уже нашелся. Я, я тебе даже фотографию покажу, познакомилась с парнем с одним. И ты молчишь? Ах ты! Все тебе скажи. Ну, конечно. Я познакомилась с одним парнем и мы с ним, ну, как тебе сказать, ты знаешь... Вот. Это, это Андрей? Ну что, как вам вечеринка? Я не люблю одевать на себя какую-то одну ситуацию такую интересную для меня. Спасибо, Маша. Еще раз. Еще раз. На чем же? А? Что, пришла? Ну, да. Что, пришла тогда? Ну, когда я увидела, конечно же, Диму, Лейлу, то мне захотелось идти, но я посчитала, что это будет как-то некрасиво, наверное. потому что не будет думать, что я ушла из-за Димы. Ребят, прошу, поехали хоть на природу? Ну, хотя бы куда-нибудь, ну, какой-то вот на улице, может быть, нет? Смена обстановки, я очень за. Да, давай. Ну, там нас могут комары закусать жестко. Я вам сделаю все как надо, правда. Не будет ни комаров, не будет ничего лишнего, будет музыка, будет... Ну, если хоть один раз меня кто-то укусит. Я за. Поехали. 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 Ну, поведение Маши мне не совсем понятно, потому что мне кажется, что это не очень корректно и красиво, когда приглашающей стороне, скажем так, в глаза говорят такие вещи. Мне это не понравилось. Это Миновский? Миновский. Я не знаю. No comments. Что такое? Включи YouTube, и ты все увидишь. Я видела все. Но у него просто нет мозгов, если он говорит, что у него там девочки на кожаных шнурках, на каких-то ремнях, его кисочки, кошечки и так далее. Ты с ним лично общалась? Не общалась и знаю, что у меня даже желания нет. Вот ты сейчас ведешь ровно, как те люди, которые подходили к тебе и говорили обо мне. Он сумасшедший на голову человек. Теперь послушай меня. А с кем появляешься в обществе ты? С Гошей? Ты знаешь, какая у Гоши репутация? Какая? Нормально. Такая же, как у меня примерно в этом городе. Потому что Гошенька твой, я не знаю, есть ли в этом городе девушка, которая бы с ним не была, как минимум знакома. Твой Гошенька, между прочим, два года назад и ко мне подкатывал. И не раз. И даже не так давно. Я тебе просто не хотела говорить, расстраивать. Я бы не хотела сказать. Что? Мне бы очень не хотелось бы верить в то, что Гоша падки на таких легких девочек, как она. Я даже предполагаю, что, может быть, Алена решила как-то меня подковырнуть этой информацией. Потому что я нелестно отзывалась об ее псевдопарне Андрея Миновского. Небольшое откровение от меня. Вот за последний период времени самое приятное воспоминание – это когда мы катались на лимузине после ресторана. И главное – это вкус твоих губ. Это реально круто. Я очень рада, что ты это помнишь, потому что мне тоже было это приятно. Это еще одна очень-очень классная новость. И давай за это выпьем. Только за хорошие новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, что урока на руке, заметил. Время все непонятно, какого черта ты тут делаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 что меня зовут Андрей, и если кто-то тебе обо мне говорил что-то плохое, Таня, поверь. Я намного хуже. Это то, чем я тебе говорила. Да. Ладно, фиг с тобой. Каролин, что здесь ты делаешь? Лен, ну, как бы, ну, не знаю, ты говоришь, как будто ты прям ревнуешь Андрея, что они могут с ним тоже встретиться или что? Ты бы поняла мою проблему, если бы я за твоей спиной, я знаю, что ты там бегаешь за ступкой, встречалась с ним и сказала, а что здесь такого? Я просто пью с ним вино. Я думаю, не учусь. Что, даже вина не допьешь? Нет, не допьешь. Андрюш, я с тобой как-то этот конфликт запутан, давай как-то впредь, я не знаю, как-то более организованнее. Я просто, ну, хорошо, что здесь как бы никого особо не было, да, но если мы решили с тобой появляться как-то на публике, давай как-то держаться этой линией. Из тебя сейчас шампанское. Алена не права в этой ситуации. Андрей – свободный человек и вправе встречаться, заводить отношения с тем, с кем он хочет. АЛЕОСНЯ Субтитры делал DimaTorzok Хорошо, спасибо тебе за это, все прекрасно Всегда готова к хорошим веселым ветеринкам Ты замерзла? Ну-ка, мамиком Ты знаешь, где Дима? Но у меня не с Машей отошли это все Тебя-то не смущаешь? Что я должна сейчас делать? Я тебе предлагаю решить как-то эту ситуацию В данный момент решить Нет, тогда выгляди дурой Пусть все вокруг все понимают Одно ты будешь делать вид, что все хорошо Тебе это нравится? Тебе это нравится? Окей, решай сама Лелли, пора раскрыть глаза И понять, что Дима делает Мне кажется, что Эти все улыбки, внимание К Маше, это не очень нормально Когда у тебя есть девушка Уделять внимание кому-то другому Прохладником Не апрель же Что я хотел тебе сказать, Машенька Мне с тобой все хорошо, ты красивая, любимая Все хорошее Но ты понимаешь, у меня такая ситуация, что я уже 6 лет с Лейлой Ну, боже, девочка, а чем ты говоришь, в принципе? Ну, как о чем? Ну, помнишь, мы пацановали с тобой в Будабаре? Ну, что? Ну, я говорю, так хорошо все было Великолепно Ну, просто Шикарно, я говорю, а толку? Ну, так толку Боже, ты тебя спутал? Нет, ни с кем я не путаю Просто говорю, все хорошо Ну, просто пойми, меня тоже правильно Я же все придумала Там, Леонид, ну, а о чем ты говоришь? Ничего, ничего Я же просто хотел, чтобы ты не злился на меня Давай, Тюм Ну, все, я скоро Не стоит вспомнить песню Все мы бабы-стеры Все мужики будут ее смотреть Слушать, и это будет рейтинговая песня На ютубе Андрей, помолчи, пожалуйста Она уже смотрит на тебя Видишь, как? Она для меня поет, а потому на меня и смотрит Буквально через 30 секунд она будет здесь И что? И... Алена Варан на метле покажет себя Со мной, когда есть рядом Варан Находиться очень опасно Мальчик, мальчик Ты обалдел или как? Кто-то прилетел Это Варан или на метле ведьма? Какая-то Андрей, прекрати, пожалуйста, это хамство Все Все, прекратил Во-первых, я пою эту песню для тебя и для Тани И мне очень неприятно, что вы абсолютно не слушаете ничего Вы сидите, ржете, хихикаете, да? И кроме того, что ты сам проявляешь какое-то неуважение Ты еще отвлекаешь мою подругу Я думаю, что у тебя нет смысла, нет причин сейчас Заводиться, просто расслабься и все будет красиво Еще меня, Андрюша, бесит то, что ты постоянно флиртуешь с моими подругами Давай я напомню тебе о нашей какой-то договоренности А, у тебя всегда очень красивые подруги Всегда, потому я не флиртую и общаюсь Б, по условиям договоренности я ничем тебе не обязан Я не твой парень, ты не моя девушка Это понятно Я даю себе возможность сделать то, что я хочу ты себе И у нас все как бы прикольно получается Для средств масс-медиа пускай будет в моем месте А вот здесь мне как бы очень уютно нравится эта тема Мне неприятно, что каждый раз я тебя вижу со своей новой подругой А ты, извини, точку зрения по отношению к этому делу и тебе сразу станет приятно В принципе, ты получил от меня отличную возможность пользоваться моим именем Моим статусом во благо исправления собственной репутации И не имеешь права Ты вообще самый яркий индивид, который можно использовать в этих целях Учитывая, что мне за тебя говорили, за твою же репутацию 10 раз хуже Дай мне возможность закончить Пожалуйста И потому ты не имеешь права меня ни в чем упрекать Я тебе делаю полезное действие Какое, Андрей? Какое, если с твоими полезными действиями ты каждый день садишь и клеишься к какой-то новой моей подруге? Ну ты знала Что здесь полезного? Я тебе сразу сказал, что я буду жить в своем русле Я буду делать то, что мне нравится Ты жми, как ты хочешь Страхайся с кем ты хочешь Я не знаю, но если у нас есть с тобой какая-то договоренность Мы же с тобой это обсуждали Я в первую очередь Татьяне пожелаю приятного вечера Потому что реально он мне был приятный И не пускай так продолжается дальше Алена, попей чего-то расслабляющего Покури хорошую сигаретку Собери с мыслями Если захочешь со мной пообщаться Набирай, говорим эту тему пока что Дамы, вам приятного вечера Мы с вами на связи Всего доброго До свидания Она вела себя очень резко и кардинально неправильно Почему? Потому что я никому ничего не обещал Я на 100% свободный человек И я могу проводить время с кем хочу Как хочу, когда хочу И никто не имеет права мне указывать Аленушка, ты все сама знаешь Бачилы, очи, шурупы брал Зачем ты его там ломаешь, что ты ему говоришь Не разговаривай, не делай то, не делай это Просто найди себе нормального, серьезного, вменяемого парня Которому не нужно будет подбегать, говорить, объяснять, одергивать его постоянно И знаешь, мне Оставь эту ситуацию Меня реально, я ее не оставлю Просто меня от этого хамство достало И я еще найду способ, как ему отомстить за это Рекуль, ты что тут сама сидишь? На настроение нет Хочется посидеть Кто обидел? Никто Ну как никто? Я б тут бы не сидел сам, если бы меня никто не обидел Да, все нормально Просто хочется посидеть, подумать, вот и все Просто нашла себе любимое место, где сидеть, думать Каждый день приезжаешь сюда Да, это мое любимое дерево Пусть будет так, хорошо? Такая зла вообще Кто-то достал прям сильно-сильно, смотрю Но главное, чтобы не я Не ты Фу, это хорошо Тогда я к тебе подойду поближе Может какой-то танец Молодого Пиноккио станцевая Ты вообще кислая сидишь, наконец-то заулыбалась Ну никакая я не кислая Просто домой хочу Поехали, я тебя закину Ну ты уже домой? Конечно Гоша Да, Мэл Ты едешь домой? Я думаю, допьем коньяк и еду Ты можешь меня сейчас отвезти домой? Наверное, Дима знает Ты можешь меня просто отвезти домой, Гоша Дима знает Так, что такое? Ух ты, блин. Жесть. И что там? Походу мы подстряли. Да ладно. Приехали. Ладно, надо быстрее звонить пока. Не поздная ночь. Поздная ночь. Сейчас я позвоню Диму, может быть. Как поза-зона? На Диму вообще нельзя положиться. А что, он трубку не берет? Поза-зона. Круто. Алло, мастер. Алло, алло. Доброй ночи. Сори, чувак, что я разбудил. Слушай, набери, пожалуйста, Винни, Андрюху. Пусть он возьмет трос. Я сейчас скину локацию, приеду. Чувак, не смейся. Да, пусть берет трос, я сейчас скину локацию, приеду, тебе надо вытащить, потому что мы тут подстряли с красивой девушкой в одном месте. Некрасиво. В одном месте? В одном месте некрасиво застряли. Да, не могу выехать. Окей? Все, давай, сейчас я скинусь. Спасибо. И что, нас достанут отсюда? Нас спасут. Только ехать минут сорок ему придется. Ау-е-е. Ау-е-е. Сорок минут ждать? Да, сможешь со мной в одной компании прождать? Так уж и быть. Я буду очень нежно приставить. А, да. Так, очень. Мы, кстати, шампанское сзади. И что, ты будешь пить за рулем? Я не знаю, ты не будешь пить? Или ты хочешь меня споить? Хочу тебя споить. Нет, Женя. Вообще-то у меня есть парень. Давай ты мне споешь песни. У нас. Ты же меня будешь веселить. Давай. Я сейчас начну петь песни, у тебя начнут мокреть штаны. Зачем оно тебе надо? Ты фантазер, конечно. У меня мокреть штаны. Давай попробуем. Ты сначала начни петь. Не, я не могу. Просто если у тебя начнут мокреть штаны, я начну приставать к тебе. Ты знаешь, что они меня начнут мокреть? Они меня не начнут мокреть. Женя, все, хватит. У меня сиденья с датчиком. Хватит, Женя. Сиденья с датчиком. Она начнет воспринимать. Мокрые штаны. Мокрые штаны. Начнет кричать. А? Да сумасшедший. Лейла. Мг? Что случилось? Ты можешь сказать? Я сейчас не помню это все. Не хочу и не могу. Это же? Как ты хочешь? Все. Вот ты, друзья. Слушай, Гоша, это же пил, конечно. Что-то не берет Маша, друг. В общем, извиниться, я хотел... За подставу это мешки делать? А теперь ты наконец увидишь свой сюрприз. Я не могу так просто. Депутат Алена Лоран не смог мне помочь. Не звоните мне, не нужно мне угрожать. Шановни, я вам не заважаю. Что за блюдо бывает? Что за квиты? Что за церемония? Так, артист. Без скандалов. Сейчас искать кого-то, на кого отвлечься, зачем, если у тебя есть Маша. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Johnson